Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки. Вот уже какой день подряд Надежда Савченко не покидает медийное пространство. Вот буквально неделю назад, как закрылась сессия парламента, и депутаты с лозунгом «Мальдивы сами себя не посетят» отправились в отпуска, позабыв о пафосном тезисе, что парламент воюющей страны не имеет права на долгий отдых. Ах да, Виталика мы не зря вспомнили с прошедшим его днем рождения. Хотя мы знаем, что родился он в другой день. И пока все наслаждаются летом, Надежда Савченко продолжает работать, не покладая рук. Вот она около комбайна, как Никита Хрущев. А у нас вообще каждый политик, который занимает или премьерскую, или президентскую должность, должен побывать на комбайне или около комбайна. И тут главное, чтобы она не свернула на кривую дорожку и не полетела со стаей журавлей. И это еще не все. Надежда, наш компас земной, пока еще земной, презентовала свою партию имени себя, как у нас принято. Гражданская политическая платформа Надежды Савченко. И тут понеслась. Появилась рекламная фотография партии Надежды Савченко. Конечно, после продуктивного села мы думали, нас уже ничего не удивит, но нет. Оказывается, время идет. Но украинские политтехнологи и пиарщики застряли в хрущевских временах. Видимо, она уже давно перестала голодать. И тут взбудоражились мужские умы. Чего же они такие стремные, стали задаваться они этим вопросом. Но феминистки быстро ответили и обвинились в сексизме. Но первое место в обвинении за сексизм уходит аэропорту Домодедова с розовой парковкой для женщин. И только вопли стали утихать, как сети порвало новое видео-промо одного из новостных украинских каналов. Где Надежда Савченко рассказывает о политической ситуации в Украине без прикрас. Но есть же и украинские ругательства. Кроме того, что это русский мат, так он еще и сексоцентричный, и окологенитальный. А шоп-то биперья в роте поросло. Почему бы не использовать их? Электорат порадуется. И чтобы к вам ночью вдруг не пришла эта четверка. Помним о визите Николаса Кейджа и Эдриана Броуди в Казахстан. Да-да, вам не послышалось. Они там отлично погудели. Напились кумыса, сделали забавные фотки в национальных костюмах и вдохновили нас на новую порцию мемасов.